Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире первого общественного канала ток-шоу ОРДО. И, собственно говоря, сегодняшний выпуск мне хотелось бы начать с того, что, возможно, где-то сидит внутри меня. И каким-то образом перекликается с моим настроением. То есть классическое шекспировское «быть или не быть» превратилось на нашем рынке недвижимости в вопрос «брать или не брать». И несмотря на то, что ходит целая куча баек о том, что элитное жилье опасно для жизни, для здоровья, и там какие-то критерии не такие, что-то как-то где-то не то, как только появляется лишняя копеечка у наших горожан, у обывателей, у простых обычных граждан Кыргызстана, каждый стремится все-таки заполучить то самое вожделенное элитное жилье, которое на самом деле называется просто «жилье повышенной комфортности». Давайте разбираться во всех этих нюансах, расставим все акценты «за» и «против». И первым делом мне хотелось бы обратиться к Сарвару Тейфуру, который как раз-таки представляет рынок недвижимого жилья у нас сегодня. Это юрист строительной компании «Памирстрой». Добрый вечер. Ну, Сарвар, дело в том, что у нас прямой эфир, поэтому уж, знаете, назывался груздем, полезая в кузов. Я тоже, собственно говоря, очень сильно переживаю. Мы сейчас вот… Воды можно у нас? Вот где ассистенты? Принесите, пожалуйста, воды, потому что у Сарвара у нас поднялось давление. Сарвар, вы просто скажите, вот стоит брать элитное жилье или нет? Я думаю, да. Можно микрофон, да, вы все-таки… Я думаю, да, на сегодняшний день это самый перспективный. Вложение капитала – это недвижимость, которая в дальнейшем будет только дорожать. Я недавно просто консультировалась с архитекторами и со строителем. Мне сказали, что вот эти панельные дома, которые вот мы все так хвалим, обычные горожане, и говорим о том, что, собственно говоря, вот сейсмическая стойкость хорошая, госприемка, Советский Союз и так далее и тому подобное. Мне сказали, что на самом деле вот элитные дома новые, они гораздо более сейсмоустойчивы, поскольку там есть какая-то технология, как муравейник, что-то заливается, бетоны, арматура и как бы… Ну, современные технологии позволяют строить сейчас очень прочное и сейсмостойкое жилье, которое в последующем даст еще очень много положительного. На сегодняшний день технологии, мировые технологии у нас применяются и дают положительный эффект. На сегодняшний день еще не было ни одного случая, когда собственники или другие товарищи обращались по поводу некачественного либо брака в нашей… А потом, вы знаете, я вам даже больше скажу. Я слышала, точнее, не то чтобы слышала, я специально изучила этот вопрос, и я знаю, что турецкие строительные компании, подрядчики имеют очень хорошую репутацию в мире. Вообще, оказывается, после китайских строителей турецкие подрядчики стоят на втором месте. Более того, турецкие строители обеспечили в турецкой экономике 42% роста, и по версии международного журнала Engineering News Records, они заняли второе место по значимости вообще в мире. У вас же есть какая-то доля турецкого капитала? Да, у нас 75% турецкого капитала. Но на сегодняшний день я еще раз хочу сказать, что я думаю, что уже далеко не на втором месте они стоят, потому что… В мире, да? Да, они уже зарекомендовали себе уже в таких… В таких больших стройках, как возведение олимпийских сооружений, которые были в Сочи, в других компаниях, в Дубае, очень много строительных компаний, которые себя зарекомендовали. Вот именно турецкие, да, строители? Ну, наверное, не зря, да, когда-то Западная Европа с начала 60-х уже начала принимать турецкую рабочую силу, как людей, которым можно доверять. Хорошо, спасибо большое. Вот у нас есть еще один замечательный гость, это, значит, человек, который представляет сегодня госрегистр, в частности, да, я вот сейчас конкретно скажу, как вы попросили, Эмилия Султангазеев, Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации, значит, прав на недвижимое имущество. Правильно все сказала? Вот есть какие-то, может быть, не знаю, нормы, по которым вы принимаете? Потому что мы же не просто даем, да, там, китайским строителям, местным, турецким строить дома. То есть вы их принимаете каким-то образом? Есть какие-то нормативные акты? Ну как, построили. А вот вы пришли и говорите, да, мы принимаем дом, он подходит нашему городу, он безопасен. Нет, они нам только, согласно положению, вот 19 июня 2009 года мы только инвентаризацию делаем. А что такое инвентаризация? Это инвентаризация, это строящие дома. Так. Мы выдаем технический паспорт на этот дом. Техпаспорт, это гарантия того, вот как мне? Это не гарантия. Зрелые личности дают паспорт, гарантия того, что я зрелый гражданин общества. Мы вычисляем их в полезную площадь, в жилую площадь. И как бы они предоставляют проект на этот жилой, на квартирный жилой дом. Подрядчики, да, строители? Да. Мы после этого проводим обследование. Проверяйте на соответствие, на предмет соответствия нормы. Нет, нет, соответствия у нас такого полномочия нет. А вот тогда вопрос, знаете, по площади. Я просто запуталась, я когда изучала жилищный комплекс, ну вот в меру, да, какого-то времени отведенного нашей Кыргызской республики. Для сравнения провела параллель с соседней Россией. Значит, там есть такие понятия, как полезная площадь, жилая площадь и общая площадь. Вот что указывается в техпаспорте? В техпаспорте указывается жилая площадь, полезная площадь и строительная площадь. То есть жилая площадь это как бы однокомнатная квартира, двухкомнатная и трехкомнатная квартира. Так, однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная. Да, вот это определение. Пожалуйста. Определение это жилой площади, это определяет как бы однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная. У меня вот такая есть прям жилищный кодекс Кыргызской республики действующий. Жилая площадь квартиры – это сумма площадей жилых помещений. Под жилыми помещениями, значит, подразумевается смысл жить. То есть комнаты, домки, ванны, туалет. Объясните нам, вы простым обывателям. Жилой площадь определяет однокомнатная, другомнатная, трекомнатная. А полезная площадь – сюда же включается коридор, санузел. Подсобные помещения без учета там лоджи, балконов и так далее. Санузелом уже считается как полезная площадь. Хорошо, а общая площадь? А строительная площадь – это уже наружная, обмер производится снаружи. В техпаспорте какая площадь указывается? В договоре купли-продажи. В техпаспорте указывается строительная, общая снаружи, да, общая, полезная площадь и жилая площадь. Так, так все-таки полезная общая или все-таки жилая, потому что это две разные вещи. Полезная площадь. Полезная, ну то есть общая, да, у нас в жилищном кодексе оказывается назвать общая. Это встроенные шкафы, площади лоджий, балконов, веран, террасы холодных. Да, это полезная площадь. Все, хорошо, спасибо. То есть это все обмеры внешние, они имеют место быть. Хорошо, спасибо большое за то, что прояснили, потому что мы же люди, собственно, не юристы, и как бы не обязаны владеть такой информацией. Давайте сделаем так. Вот сейчас мы обратим, наверное, взоры тех людей, которые тоже находятся на таком обывательском, гражданском уровне, как и я, в том числе, которые тоже мучаются вопросом, как говорится, брать или не брать, то самое классическое шекспировское, да, быть или не быть, брать или не брать, и если брать, то как не быть обманутым? Потому что все вот эти вот страшилки про сейсмическую неустойчивость и так далее, для некоторых жителей нашего города превращаются в настоящий реальный кошмар. И даже не из-за того, что где-то в Японии было землетрясение недавно и на Эквадоре, а просто вот в силу каких-то таких житейских, может быть, нюансов. Давайте обратим наше внимание сейчас на экран и посмотрим сюжет, чтобы все было понятно всем. Внимание на экран. Дилда, рассказывайте, что это вот у нас здесь. Это у нас лифтовая комната в первом подъезде. Здесь у нас проблема с самим лифтом. Подозреваем, что он неправильно как-то смонтирован, потому что изначально он у нас плохо работает, часто ломается. Также мы провели осмотр внешний вот этой всей системы и обнаружили потеки масляные. То есть на самом моторе и под ним металлическая стружка везде. В спитале идет износ тросов, идет износ шкифов, колес, на которых держится весь лифт. Мы переживаем за свою безопасность, потому что уже были такие прецеденты. У нас есть еще проблема с противопожарной системой безопасности. Давайте мы туда спустимся, да? Здесь по идее должно быть открыто вот это все. Кнопки отсутствуют. Лифт у нас до нулевого этажа не ездит. Как видите, ремонту тоже в этой комнате отсутствует. Комната там, где у нас щитки пожарной безопасности. Как вы видите, у нас тут ничего не подключено. Вот каким-то чудом как-то приняли этот дом. Все акты сдачи подписаны, все хорошо, живите. Да, дом приняли, наш дом, госэкотехинспекция приняла. А по поводу квадратуры, то есть говорят, что многие жильцы жалуются, что там произошло? Ну, по поводу квадратуры могу сказать то, что мы, приобретая квартиры, заключали на компанию договор и оплатили за квадратуру полностью. А потом, когда мы получили квартиру, техпаспорт, выявилась недостача по квадратуре. От скольки до скольки? Ну, это зависит. У всех квартир почему-то по-разному. У кого-то больше, у кого-то меньше. У вас сколько? У меня, ну, порядка девяти квадратов. А сколько у вас стоил один квадратный метр на дом? Ну, я приобретала на тот момент 850 долларов. Я надеюсь, что с помощью вашей передачи ОИРДО мы сможем все-таки добиться справедливости, самое главное, безопасности в нашем доме, потому что мы жильцы, мы боимся. А мы передаем слово в студию. Ну, мы хотели бы поблагодарить нашего корреспондента Эльвиру Сутубекову за столь содержательный сюжет, который мы только что увидели. Собственно, все акценты сейчас расставлены, уже понятно, в каком русле пойдет дальше речь. И поскольку сейчас была упомянута ваша служба, Мелис Адиев, кстати, у нас в гостях, да, Мелис Адиев, это начальник управления, начальник управления госэкотехинспекции по городу Бюшкек. Ну, здесь упомянули пожарную безопасность, там, лифт и так далее. Это, насколько я знаю, относится к зоне вашей компетентности. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, как вы можете упоминтировать? Это зоне нашей компетенции, да, это правильно. Но в данный момент, что показали нам именно технические помещения, вот где лифты, лифты там монтируются конкретно, из этих лифтов сейчас данный момент и стружку показали. Да, да. Вот эта стружка сейчас, которую мы видели, это действительно большое нарушение. Вот. Почему? Потому что эта стружка, она не должна быть там. Она должна быть постоянно смазанная, во-первых. Так здесь, оказывается, еще что-то там криво расположено в тормозной системе лифта, что приводит как раз-таки к износу труса. Это ведь прямая угроза жизни. Это, да, это в данный момент сейчас, эти лифты все полностью проверяются. И есть у них сертификаты, эти лифты. Эти лифты у нас не производятся, она производится именно в зарубежных странах. Так. То есть в основном турецкая страна и китайская страна нам предоставляют. А давайте мы сейчас зададим вопрос юристу и представителю компании «Памир». Скажите, пожалуйста, вот изначально, насколько я знаю, обещали жителям немецкие лифты фирмы «Сигма». Какие были поставлены, потому что сказали, что там стоят не немецкие, а какие-то другие. Может быть, турецкие или может быть… Насколько я знаю, таких обещаний не было. Нет, ну… Поставили северокорейские. В рекламе шло, это легко проследить. Северокорейские, извиняюсь, южнокорейские. Южнокорейские лифты, которые по качеству и по всем параметрам не уступают «Сигме». Понятно, не уступают. Ну вот это вот, мне кажется, ладно, нарушение, может быть, не нарушение, а обещание, да, которое в рекламе, об этом тоже, собственно, можно будет поговорить позже, но хорошо, с нарушением установлены лифты. То, что с нарушением, да, стружка – это нарушение. То, что там видно были очень грубые стружки, это то есть где-то что-то неладко есть, и из этого идет стружка. Вот этот объект надо тщательно посмотреть и проверить. Почему? Потому что в действительности есть там нарушение, это вот видно. И то, что она была сейчас в данный момент по пожарной безопасности показана, ну, вот эти шкафы маленькие… То есть это эти щитки, да, по-нашему, по-простому, по-граждански, да? Она, как бы, сейчас видно было, что она нерабочие шитки. То есть его демонтировали, и четко там видно было… А за что эти щитки отвечают? Вот вопрос нерабочие, может быть, там света нет уже, льфов или воды? Да, это в основном, это пробки стоят, проще говоря. Предохранители, да? Предохранители, это пробки, мы как в народе называем. И эти пробки в случае замыкания, они автоматически отключаются. А вот замыкание произошло, а щитки нерабочие? Сейчас в данный момент вот эту часть показали, тех помещений, они щитки установлены именно, эти щитки маленькие, они установлены именно на световой эффект, то есть где немного света нет, то свет, да, обычный световой эффект. А вот знаете, что интересно, что прямой доступ, вот смотрите, наш корреспондент Эльвира Сотобикова запросто прошла туда с жителями, а кто-то, может быть, пойдет туда, я не знаю, выпивать, хулиганить, да, и что-то делать, и пожар. Это непосредственно должны жильцы, сами вот председатели ТСЖ, или как там называют их. А то есть это их? Да, должна быть конкретно там закрыта. И лифт тоже сдается в эксплуатацию, но когда сдается в эксплуатацию, она уже гарантированно должна быть отмечена уже. А вот могу я вам такой вопрос задать, поскольку вы у нас представляете госэкотехинспекцию, кто, я просто не знаю, кто отвечает за то, что вот подписывают, значит, визу, да, так сказать, да, я одобряю этот дом, готов к эксплуатации. Кто за это отвечает? Ну, то есть это утверждается в данный момент по Бишкеку, да, это экотехинспекция. А как вы проглядели вот такой выпиющий случай с лифтом? Ну, вот эта часть мне неизвестна, этот дом тоже. Когда даже зрительно видно, что тут криво там висит. Вот это сейчас в данный момент, я буду тщательно этот объект взять и проверять. Почему? Потому что, возможно, было это раньше. Этот объект, когда построено, тоже неизвестно. Ну, он был сдан в эксплуатацию 31 ноября 2015 года. То есть даже года нет, как бы, да? Ну, уже и раз сдали, это подразумевает, что сдали, значит, можно жить и спокойно наслаждаться жизнью в новой квартире элитной. Знаете как, и эксплуатации, которые сдают, они уже во время эксплуатации, конкретно, когда сдают, уже все параметры смотрят по технической части, его испытывают несколько раз, потом уже проверяют. После этого только добро дают. Но в то время, видимо, стружка еще не... Да, ничего не было. Возможно, вот эти все части, да, которые уже начинаются, сейчас в данный момент стружка появляется, да, это уже надо проверить. Ну, конечно, надо проверить, да, потому что у известного диктора советского телевидения недавно погибла дочь, как вы знаете, трагически, опять же, из-за лифта. Это как раз-таки был вопрос, который в Москве набил оскомину, безопасность лифтов, и она боролась за это, и сама же погибла. Чтобы такого не было, может быть, стоит все-таки до сдачи в эксплуатацию, да, каким-то образом проверять лифты. Давайте мы сделаем так, чтобы уж информация была получена из первых уст, мы пригласим сюда в нашу студию. Джилдис Джангарачев, это как раз-таки непосредственно жительница и владелица квартиры в доме повышенной комфортости, или как мы привыкли называть ее, элитка. И, собственно, юрист, в частности, адвокат, который представляет интересы всех жильцов этого дома и этого ТСЖ, в том числе, значит, эксперт по международным проектам в сфере права. Давайте аплодисментами встретим их. Добрый вечер, Джилдис. Здравствуйте, Рустан. Занимайте, пожалуйста, ваши места. Давайте вы нам подробно, да, расскажете вообще всю ситуацию, чтобы уже всем лицам, которые за это отвечают, было все понятно. Вот, пожалуйста, начальник управления госэкотехоинспекции по городу Бешкель сказал, что он лично займется изучением вопросов, в частности, лифтов, да, и пожарной безопасности тоже, да, этих электрочитовых? Уже... Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, у нас существует на самом деле большая проблема, как вы увидели из этого ролика, и мы пытаемся, стараемся добиться, наконец, решения этой проблемы, потому что тут напрямую безопасность наших жильцов затронута, вот, вот, и мы бы хотели бы в этом разобраться, чтобы ответственные лица провели экспертизу, какую-то инспекцию на самом деле, выявили все недостатки и как-то воздействовали на тех людей, которые должны это все исправить, и чтобы решили проблему, да. Да, по защите интересов гаража. Вот тогда вопрос, знаете, к вам, вот, Рустам, если позволите, да, напомню, что это Рустам Абдурауров, у нас сегодня в гостях эксперт по международным проектам в сфере права, и человек, который представляет интересы жителей данного дома. Вот тема программы, кстати, «Дом вергном», и я думаю, что как-то вот не в бровь, а в глаз, да, так вот получилось. Есть еще другое какое-то вопиющее нарушение, на мой взгляд, да, обывательское, опять же. Конечно. Вот Милли сказал, что он все это урегулирует там с лифтом и со щитками, но не то, что урегулирует, по крайней мере, вы затронете эту тему, и она найдет там свое продолжение, я надеюсь, справедливое разрешение, да. Вот по поводу превышения квадратуры, указанной в техпаспорте. Вот только что мы разговаривали с представителем ГРС, значит, который сказал, что внешний обмер – это и есть та самая полезная площадь, правильно, за которую люди платят деньги. Или я ошибаюсь? Строительная площадь – это снаружи. Но давайте не следить, давайте уже мы, поскольку я изучила только три вот этих термина, поскольку я не юрист и не обязана это делать, у нас в жилищном кодексе Кыргызской Республики указана общая площадь, полезная площадь и жилая площадь. Что указывается в техпаспорте? Вы сказали внешние замеры, я это запомнила, так? Вот внешние замеры представитель компании, я вот, кстати, по названию тоже сейчас у меня будет пара к вам вопросов, это 100 квадратных метров, ну, условно говоря, указано. В итоге люди платят за 100 квадратных метров, кто-то получает 90, кто-то там 83, вот как это регулируется? Это нарушение или нет? Нет, естественно, это нарушение, то есть нужно просто смотреть. Для строительной компании легче такой факт рассматривать в гражданском судопроизводстве, то есть, пожалуйста, если вы считаете, что вам не додали какие-то квадратные метры, за которые вы уже уплатили изначально, то, соответственно, идите в суд, боритесь, назначайте строительную техническую экспертизу, у нас экспертиза проводится в течение двух лет, где-то нет, это госцентр экспертиз при Министерстве юстиции, примерно два года проводится эта экспертиза, через два года приходим опять в суд, то есть и так далее, через два-три года человек уже просто не хочет даже получать эти лишние 5-6 тысяч долларов. Ну, уже и обжили все, и сами там все отделились. Есть также прецедент, в принципе, это из нашей практики, да, практики нашей компании, прецедент возбуждения уголовного дела в части 166, то есть мошенничество, то есть мошенничество, да, он есть действительно, дошедший до суда, то есть возбужденное уголовное дело в части как раз-таки мошеннических действий, потому что здесь они налицо. В данном случае мы не идем в рамках там уголовного или гражданского, просто решили помирить, возможно, таким образом данную строительную компанию с госорганом и жильцами, чтобы все-таки госорганы увидели их проблему. Да, да. Что, во-первых, госорган это надзорный и контрольный орган, ведь у гостехинспекции есть две функции, хотя по идее нужно было, скорее всего, надзорным органам какой-то другой орган назначать, чтобы они уж надзирали над тем органом, который это все принимает. Однако у них и функция и надзора, и контроля. Поэтому надеемся, конечно, что сегодня они пересмотрят данный акт данного дома. Ну, найдут какой-то, если не консенсус, то хотя бы компромисс. Да, вот теперь в части квадратуры, да, вот общие обмеры, внешние обмеры и так далее. Сотрудники госрегистра здесь сидят. У нас есть технический паспорт, когда мы открываем сразу, да, вот у нас есть общая площадь, да, которая указана. А если же мы откроем дополнительно предпоследнюю страницу на техническом паспорте, и там есть по наружным замерам, и туда указывают лоджию, веранду, балконы и так далее. Террасы, все что угодно. Вот как будет рассчитывать, вот если же мы все-таки судимся, либо в уголовном порядке подаем, как же мы будем рассчитывать? И этот прецедент имеется. Экспертиза проводится так, берется СНИП 3103-2001, жилые дома. СНИП это что, давайте проясним для таких нормы и правила, по которым необходимо рассчитывать. В этом СНИПе есть прямая ссылка приложения А, и в этом приложении А четко указано, что входит в общую площадь, и там четко указано, что к общей площади, это площадь квартиры, соответственно, в том числе, если мы говорим о балконах, балконы умноженные на 0,3. Да, там есть коэффициент, вы правы. Да, коэффициент на 0,3, а также лоджии, деленные на 2. То есть, соответственно, если мы говорим об общей площади, а в данном случае в договорах указывали именно, что, например, Дилдис покупает 99-99 квадратных метров общей площади. Так. То есть за это она должна уплатить, соответственно, по 750 долларов за каждый квадратный метр. Округленно. Она оплачивает общую стоимость, то есть за все 99-99. На выходе, когда госрегистр выдаёт, уже производит обмеры технического паспорта, вот как раз таки, как переворачиваем страницу в общей площади, у неё указано, к примеру, там 80 квадратных метров. И я переворачиваю, потому что мы примерно посчитали сумму, на которую... 89 квадратных метров, да? Из голоса, находит деньги. У неё задаётся... 91,2 балла. Да, 91,2. Вот реальный случай, да? То есть она говорит, ну как так? Давайте мы... Да, это всё понятно. То есть мы обозначили. Спасибо вам большое за столь подробное освещение вопроса. Давайте мы уже тогда напрямую обратимся к представителю. Кстати, вот давайте вот такой вопрос. Мне не совсем было понятно, и ни один из наших редакторов и ассистентов не смог мне ответить на такой вопрос. То есть мне сказали, что этот дом строится, значит, от имени общества с ограниченной ответственностью, а та строй. Значит, подрядчиком является компания Kent InShot Limited. Но позже она почему-то переименовывается в Памир... Нет, то знаете... Потом Памирстрой. Да, ещё такая небольшая деталь. Когда я стала уже пытаться вот как бы разобраться, да, вот во всех этих взаимосвязях, я обнаружила такую информацию, что вами, точнее вот в вашей компании, занимался даже Государственный комитет национальной безопасности по факту сокрытия налогов. Причём сумма колоссальная. Вы знаете, это... Как вы можете прокомментировать всё, что сказал Рустам? Ну, то, что прокомментировал наш коллега, я могу прокомментировать следующим образом. Значит, всё жильё, которое продаётся, оно является долевым участием. При долевом участии каждый из дольщиков первоначально смотрит, что он покупает. А когда он смотрит, ему выдаётся черновой вариант, то есть под самоотделку. После ремонта... А там потом и слой шипотурки, слой обоев, и всё стало маленькое, да? Да, там уже как получается. Ну, не на 10 квадратов же, да? Ну, вот, кстати, да. Бывает по-разному, ребята, как сделать ремонт. По-разному, бывает и на 15 квадратов по одного из жильцов. А потом, вы знаете, я прочитала, что и такая параллель, оказывается, существует и в Жилищном кодексе Российской Федерации, соседней, раз уж мы, да, запараллелены в силу там исторических обстоятельств. И у нас даже без учёта плинтусов, которые прибиваются к полу. Понимаете, вот это и есть та самая площадь, за которую клиент платит деньги в итоге. Черновой. То есть, ну, не черновой, а без учёта плинтусов. Когда плинтусы прибиты, это уже не черновой вариант, согласитесь, да? Мы по самоотделку отдаём. В договоре так и угроза. Вот как вот это прокомментируете, Рустам? Не, ну, естественно... Вот я купила, пришла, и мне говорят, ну, слушайте, вы брали 100, да, вы сделали, там, налепили обои. А кто же просил такие обои? Договором предусмотрена общая площадь, да? Мы исходим из технического паспорта. Если общая площадь даже уменьшилась, к примеру, то, соответственно, строительная компания должна её возвратить. Ведь мы её не пользуемся, понимаете? Мы её не пользуемся. Поэтому, если вы указываете общую площадь, то вы продавайте. Если вы продали более, не берите всю сумму тогда в 100%. Берите, не знаю, там, чуть меньше, 90%, а потом уже расходитесь жильцом. А получилось так, что если смотреть в общей площади на всю, на весь дом, вы умножите 99 ваших жильцов, вот в среднем, пусть даже будет там по 5 квадратов, 5-7 квадратов, это примерно 500 квадратов. Они эти 500 квадратов не могли заложить даже в сам проект изначально, вы поймите. То есть, исходя из этого, можно прийти к выводу, что фактически-то обман мог быть на самом этапе начала строительства у строительной компании, чтобы собрать больше денег. Поэтому вопрос сейчас в этом. Мы, конечно, не рассматриваем его в уголовной плоскости. Мы сейчас рассматриваем, надеемся, что все-таки это все решится, и компания возвратит всем жильцам. Хорошо. А вот этот вопрос, который пока не рассматривается в уголовной плоскости, можно как-то решить? Естественно, эти вопросы можно решить. Но это надо прийти к компромиссии именно с застройщиками и жильцами. А каким образом? Именно когда они метр квадрата продавали, в договоре какие были указаны конкретно изначально. Вот это что товарищ сказал именно. Изначально сколько квадратов указывалось? Изначально сколько квадратов указали. Значит, по договору, как должна быть, так и должна и остаться. Вот, пожалуйста, еще один представитель легитимной власти нашей страны. А вот, кстати, про власть, если мы заговорили, я хотела бы задать вам вопрос, уважаемая Нура Кинджибаева. У нас сегодня в гостях это начальник управления по контролю за использованием и охране земель. Скажите, пожалуйста, вот когда есть доля иностранного капитала, я знаю, что участок земли любой, там, резидентам других стран покупать нельзя, но можно покупать недвижимость. Вот как вот здесь регулируется это право? Китайские застройщики, турецкие, немецкие, американские, ну, неважно какие. Потому что на земле на нашей ведь стоит дом. Да, я первоначально хотела сказать, что основная цель госэкотехинспекции – это «Рос через безопасность». Просто после этого сюжета я хотела бы сказать, что, значит, все строительство начинается с земельного участка. Если земельный участок оформлен в установленном порядке так, как требует закон, значит, то, что над землей строительство или любое недвижимое имущество является законом. А если сама по себе земля, значит, оформлена незаконно, значит, то, что над землей тоже считается незаконным. Судьба недвижимости и судьба земли, они взаимосвязаны. Насчет иностранных лиц, они не предоставляются в частную собственность, они предоставляются во временное пользование. Насчет совершаемой сделки, они могут любой вид сделки совершать, только на оставшийся срок аренды. То есть, если у него предоставлено на 49 лет, прошло 5 лет, значит, на оставшийся срок аренды могут совершать сделки. А есть вот такие спорные вопросы, например, я прошел срок, а люди так и не добились. Значит, у нас любые споры, значит, можно решить на договорных условиях. Если уж совсем, если не договорятся, тогда нужно решать через судебные органы власти, да? Хорошо. Но мы всегда, вот, госэкодинспекция, я повторюсь, что РОС через безопасность. И у нас есть, кроме, нам всегда эта наша функция нравится, функция поддержки. Мы всегда идем на... Поддержки граждан, да? Да. Функция поддержки. Пусть граждане наши обращаются к нам. В этих случаях надо... Мы не уверены в том, что здесь, наверное, был акт приемпередачи. Если было бы акт приемпередачи, там у нас есть установленные нормы. Еще раз повторюсь. Начиная у нас сейчас в нашей функции... Акты имеются. Есть направление, начиная от земельного участка, заканчивая все строения, при акт приемпередачи мы запрашиваем, а потом только подписывает акт, подписывается. Ну, говорят, уже есть подписок, да, акт? Конечно, конечно. Вот, пожалуйста, эксперты международного проекта. Может быть, у нас вот этот поэтапная приемка есть, да? Наверное, вот это есть, да. Просто многие путают поэтапную приемку с основным актом приемки. Поэтапная приемка, например, вот подвал завершили, проверили наши и дальше. Не, здесь без параллельного проектирования. Поездите, пожалуйста, потому что я не совсем вот раздражаю. Если сейчас вот именно, Дилдис, пожалуйста, вы к нам обратитесь. Письменно мы обязательно приедем, проверим. Мы должны быть уверены в том, что там безопасно жить. Наша цель такая, что рост через безопасность. То есть, принимая данный дом, мы должны убедиться в том, что построен данный дом. И принята она в эксплуатацию. И жить можно, чтобы в безопасности. Да, сейчас в данный момент вы говорите, что она принята в эксплуатацию. К этому мы должны убедиться, прийти конкретно этот объект полностью проверить. Вот, готовьте документы, Руслан. Конечно, акт, в принципе, даже имеется, можно будет его поднести, вам показать. Если там со стороны подрядчиков какие-то нарушения будут, это, естественно, будет, меры изыскания будет уже использования. Вы имеете право, это ваше полномочие. Вы должны это делать, в принципе. Естественно, да. У нас просто, я извиняюсь, но у нас есть вопросы от госэкотехинспекции. Вы по Бишкеку, насколько я понимаю. Потому что данный дом все-таки регулируется республикой. Он свыше девяти этажей, да, если я не ошибаюсь? Это дом, значит, выше девяти этажей. То есть она как бы на основании постановления правительства, номер 95. Вот, вот. Это выше девяти этажей, это непосредственно контролирует уже центральный орган власти. То есть это центральный орган, республика проконтролировала такой дом. Ну, все равно, это если заявление к нам поступит, мы тщательно... И к вам поступило, и туда поступило. Нет, нам, скорее всего, если поступило, я буду... Нет, сослались на то, что слишком загружено. Ну, вот есть повод проверить, поступало или нет. Вы конкретно к нам, вы можете любое время ко мне обратиться. Вы, может, в бульваре «Реконика-2» придете, и без проблем я могу выйти, сам посмотреть этот дом полностью и меру прийти. Вот по нарушениям, да, можно будет, чтобы вот, раз нам дают возможность напрямую обратиться, да? Ну, пожалуйста, Мелис Адеев говорит, что можно. Это говорит начальник управления Косово-Техинспекции. Вот вопрос, вопрос лифтов. Можно поговорить в мире первообщественного, конечно, да. У нас всегда двери открыты. Наше руководство, наш директор Аканат Хамарбекович всегда принимает... У нас такого графика нету строгого. Раз заявитель пришел, принимает. Если он на месте, он принимает. Пожалуйста, всегда двери открыты, приходите и потребуйте свою безопасность. Спасибо первому общественному. Вот как представитель центрального аппарата, пожалуйста, завтра мы вас в 9 часов утра ждем. Есть время, да? В 9 утра. Приходите, пожалуйста. Ну вот знаете, какой еще вопрос, все-таки вы не ответили на него. Почему вот АТА-строй, Кент-Иншат, Лимит, это по Мирстро, все-таки как разобраться? Потому что сейчас начнутся отсылки, может быть, да, что так это же АТА-строй нет, это же вот когда... Ну, Кент-Иншат у нас являлся подрядчиком. Подрядчик, это тот, кто выполняет строительную работу, почему-то заказывает, правильно я понимаю? На каркас. Подрядчиком был на каркас. То есть каркас одна, а фирма строит, хорошо, дальше. Каркас одна, а потом после окончания каркаса уже занимался по Мирстро, дальше строительство. Но это те же люди? Нет, разные. Те же учредители, те же хозяйки? Разные, разные. А вот это как, это является нарушением или нет, потому что люди подписывают контракт с одной фирмой, да? Они подписывают застройщиком. 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 Все это одно, мы говорим об апеллированности. Вот скажите, пожалуйста, это вот такая развилка у нас, вот господа юристы, хитрая такая, чтобы не найти концов, или все-таки это... Такая, получается, здесь объяснили, это строительный термин именно. Сейчас вот товарищ сказал именно, каркас, атастрой строит. То есть это монолитно-железобетонный каркас строит ата. Кент-Иншат строит каркас. Нет, иншат, ну, кент-Иншат строит. Иншат каркас, хорошо, дальше. Но все остальные заполнения, отделы себе работу, делает уже другая компания, так же? Но именно застройщик заключает договор именно атастроем, так же? Атастроем заключает, значит, они договор, на основании договора должны до конца взять только они, а это уже остальные другие подрядные организации, это заключается в субподрядной организации. Ну, вот это можно тоже как-то проследить, да, механизм взаимодействия, вот этот вот базис надстройка? Конечно, но здесь вопрос о фигированности, что эти компании, в принципе, принадлежат одним и тем же учредителям. Единственное, вот в Кент-Иншат, они сделали, уже просматривали, они сделали некую перерегистрацию на одного из турецких граждан. Мы не знаем, он вообще присутствует здесь в стране или нет. Вот вопрос, да, сидит представитель официальный. Если будут какие-то претензии, вот, понимаете, вопрос в том, что это общество с ограниченной ответственностью. Что они сейчас делают? Они сейчас вынуждают жителей создать ТСЖ. В рамках статьи 18 Жилищного кодекса после этого вся ответственность за этот дом ляжет уже на своих жильцов, то есть они должны будут уже тратиться на лифты и так далее. То есть они обязывают их, звонят им, требуют, сами организуют собрание и так далее. Это все зафиксировано. Что будет, вот мы предполагаем, да, то есть они передадут жителям, жильцам ТСЖ этот дом. После этого они спокойным образом перерегистрируют компанию на некоторых лиц, к примеру, там, не знаю, это будет в Турции или где-то. Да, палат Юсуф или культомер, которые были вначале, да, мы вот все это изучили. То есть, которые спокойно будут жить там и, не дай бог, что-то случится, пожарная безопасность, там не подключена вообще, там нету пожарной безопасности, там нету кранов, чтобы тушить, не дай бог, где-то загорится машина, нечем тушить, понимаете? То есть те же лифтовые, вентиляция, она просто не подключена, то есть это будет задымление внутри дома, это тоже зафиксировано, да? То есть и все недоделки этого дома, то есть они уже лягут на человека, который будет жить где-то там, на которого перерегистрировали после того, как они передали ТСЖ. То есть цель строительных компаний, она понятна, меньше ответственности, больше денег. Так, есть вот какое-то зерно в том, что сказал наш эксперт Руслан Абдровой? Наш компонент немножко как бы перегибает, здесь нету такого вот непосредственного умысла или еще что-то. Компании строительные более 10-15 лет на рынке Кыргызстана и нет никакой гарантии, что кто-то куда-то убежит. Это работает, они... Нет, но вы сейчас говорите какие-то такие вещи, которые, ну я обещаю, что я больше не буду вырабатывать сейчас. Да нет, это... Да, это, знаете, сильно не смогла я. Это закономерность, которая на сегодняшний день, человек, который построил, несет ответственность до 70 лет. Любая строительная компания, которая... Но если вот концов не собрать, то там уже не важно. А концы собрать можно очень просто. А вот можно, да, мне бы ликбез провели вот до 70 лет. Где это указано, что до 70 лет? Пожалуйста, если вам ликбез провести, вы завтра приезжайте ко мне вот здесь. Я вам проведу. Ну вы сейчас для всех слушаете, потому что мы не зря же прямой эфир занимаем время эфирным. Это больше звучит как угроза. Чтобы такие люди, как наши гости, как я, не юристы, могли бы просто быть уверенными, что мы покупаем что-то. А вот где написано, что 70 лет несет ответственность? Это есть положение по контролю за основными конструкциями, которые происходят в том же самом СНИПе, который говорится. Контроль качества, именно оно есть. А 70 лет или все-таки 10 лет? 70 лет там несет ответственность? Я имею в виду по проекте. Я могу вам аргументированно провести эти факты, если вы, конечно, хотите... Это у нас, по-моему, верховенство закона, и поэтому аргументированно можно принести только какие-то, я не знаю, цитаты из закона. Это то, что регулирует жизнь государства. А то, что вы аргументированно можете... СНИПы есть, которые, уважаемый оппонент, говорят по СНИПам. Те же самые СНИПы. Более того, я бы хотел бы к СНИПам... Ну, опровергли только что. Вот, тоже на заметочку, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Я могу объяснить это все, показать... Просто то, что сейчас в данный момент показали по сюжету, да, мы этот объект тщательно проверим вашего. Если какие-то конкретно, которые показали, нарушения объявятся, то мы будем уже рекомендовать отзыв, лицензии их, чтобы больше они не строили в Кыргызстане. Если для нас они в Кыргызстане строят, мы будем жить в этой стране. И в этой стране, когда мы живем, мы хотели бы, чтобы жили безопасно. Вот наша цель. Спасибо большое. Вот, Мили, спасибо. Я вообще благодарю Первое общественное, я благодарю вас, уважаемые жильцы, за то, что вы вообще подняли эту тему, потому что, знаете, вот от деятельности одной фирмы может пострадать репутация целой страны. Это дружественное нам государство, как и ни крути, да, и то, что годами нарабатывалось турецкими строителями их репутация, которые занимают второе место, а вы меня поправили в начале программы и сказали, первое место они занимают. Вот уже даже и китайцев попередили по нормам, по качеству строительства, чтобы вы вот эту репутацию как бы вот не испортили. Или что, а, так был у нас вот случай, то ли Памир, то ли Кентеншат, то ли Атастроф. То есть вот имейте в виду, что на вас ответственность, раз уж вы представляете, не резидента нашей страны, вот такая, поэтому разберитесь, пожалуйста, я надеюсь, что вы найдете какие-то компромиссные пути решения. Обращаясь к нашим слушателям и к нашим зрителям, мне хотелось бы, да и вообще ко всем моим согражданам, нам от имени Первого общественного канала хотелось бы сказать, не будьте равнодушными, потому что ваши права начинаются даже не с юридической грамотности, а с вашей гражданской инициативы. С того, что вы просто встаете, обращаетесь ко всем уполномоченным органам, звоните во все колокола и отстаивайте свои права, потому что государство начинается с тебя, с меня лично. Поэтому спасибо вам, уважаемые эксперты, которые пришли сегодня, спасибо вам, уважаемые жильцы, за то, что вы все-таки затронули эту тему, а не сказали, что слава богу, мы живем. И дай бог, чтобы этот назревающий, пока еще, слава богу, конфликт разрешился бы мирно, и чтобы все стороны хорошо есть, и не консенсус, то хотя бы компромисс, и я надеюсь, что справедливость восторжествует, и вы не будете, собственно, пятнать репутацию турецких строителей, которые стоят на втором месте во всем мире. Спасибо большое, это было Токшоу и Орду, мы продолжаем. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»